Здравствуйте, дорогие телезрители, все, кто интересуется восточными боевыми искусствами. С вами передача «Путь дракона» и ее ведущий Глеб Музруков. Сегодня в первой части нашей программы мы познакомим вас с таким экзотическим видом искусства, как панкратион. «Путь дракона» и ее ведущий Глеб Музруков. В результатах развития становления панкратиона можно отнести конец 20 века, середины 80-х годов, когда в Америке прошли первые турниры Ultimate Championship, то есть дословно переводимые это как турнир, на звание называться совершенным, самым сильным бойцом среди всех систем единоборств. В этом турнире принимали участие представители различных систем единоборств, ударных, борцовских. Победителем стал представитель бразильского джиу-джитсу семьи Грейси, Хойс Грейси. То есть многие зрители не ожидали такого развития событий, да, то есть ожидали активных действий в стойке, много ударов. Но нет, выиграл этот турнир боец, борец. Он показал всему миру вообще силу бразильского джиу-джитсу и что это такое. Кстати, в организации турнира, первого турнира UFC активное участие приняла вся семья Грейси и их можно поставить, также причислить к одним из родоначальникам в подъеме такой системы, как панкратион, вот в конце 20 века. Первые турниры UFC можно отнести к разряду турниров, в которых выяснялось, какая из систем единоборств наиболее реально, наиболее применима к свободному стилю ведения поединка. В этих турнирах участвовали представители узких направлений, различных школ каратэ, кикбокса, бокса, борьбы. И, конечно, эти бои можно назвать межстилевыми боями. То есть спортсмены, владеющие определенными техниками, пробовали свои силы именно в свободном поединке. Не было ограничений во времени, были минимальные ограничения в технических действиях. И как бы основная задача подобных поединков была чистая победа. То есть заставить противника сдаться с помощью болевого или удушающего приема, либо же нокаутировать своего соперника. То есть привести его в такое состояние, когда он не мог продолжить поединок. Из турнира в турнир бойцы становились универсальнее, техника их становилась более разнообразна. Боксеры начали изучать борцовские приемы, борцы начали бить. И из турнира в турнир бои становились красочнее, намного зрелищнее. И в том виде, в котором сейчас находится UFC, прямое этому подтверждение. В этой связи хотелось бы особо отметить первого российского спортсмена, который покорил вершины UFC. Это Олег Николаевич Токтаров, российский самбист, который показал всему миру силу российской борьбы с самбо. Олег Николаевич Токтаров можно назвать первооткрывателем, потому что он принес в мир смешанных единоборств большие приемы, болевые приемы на ноги, которые характерны для российской борьбы с самбо. Олег Николаевич Токтаров выиграл шестой чемпионат UFC. В тяжелейшем поединке он сразился с одним из мощных и в то время одним из сильнейших спортсменов, так, Дэвидом Танком Эбботом. И в тяжелейшем 18-минутном бою одержал над ним победу удушающим приемом. Основные соревнования по панкратиону уже можно отнести не к сматринам определенных стилей и школ, и изучение их тактики и техники ведения боя в свободном поединке, а к соревнованиям бойцов-универсалов, которые владеют как ударной, так и борцовской техникой. В данный момент создана общероссийская федерация панкратиона, которая вошла в состав ФИЛА. Сейчас рассматривается вопрос о аккредитации панкратиона как официального вида спорта, по которому будут присваиваться разряды и мастерские звания. В общем, панкратион можно разделить на три основные составляющие, на три панкратиона. Первый – это любительский панкратион. Любительский панкратион отличается наличием защитных средств, то есть это шлем с металлической решеткой, специальная защита на руки, на ноги, позволяющая работать в полный контакт, сохранять всю динамику смешанного поединка, но меморизировать и практически исключить возможность получения травм. К любительскому панкратиону также подразделяется на детский и взрослый панкратион. Профессиональный панкратион. Бои происходят в так называемом кое, то есть это сетка для того, чтобы спортсмены не могли во время боя не выйти, не выпасть за пределы площадки, где производится поединок, тем самым сохраняя целостность поединка, что очень важно в панкратионе. Здесь уже меморизированы защитные средства, для защиты спортсмена используют капу, бандаж и легкие перчатки на руки, которые больше защищают кентусы от того, чтобы не потравмировать их об голову своего соперника. Любительский панкратион, конечно, основа профессионального панкратиона, и люди, занимающиеся любительским панкратионом, в дальнейшем могут перейти в профессиональный панкратион. Одним из важнейших направлений, которые занимается Федерация Панкратиона, это оно направлено на развитие именно любительского панкратиона, то есть в котором большое количество уделяется именно защитным средствам, да. Это позволяет людям работать в полный контакт, не терять, как бы, самой сути системы панкратион, но и позволяет вообще исключить практически возможность получения травмы, что очень важно, например, на раннем развитии, когда мы работаем с детьми. Итак, дорогие друзья, Субтитры создавал DimaTorzok